Свою работу неожиданно приостановил гигант отечественной промышленности Одесский припортовый завод. Начиная с вчерашнего дня ОПЗ не производит аммиак и карбамид. Почему и как это повлияет на приватизацию предприятия, выяснял Андрей Анастасов. Над агрегатами одесского припортового не видно привычного белого пара. Полностью остановлено производство аммиака и карбамид. Ольвиную долю этих минеральных удобрений завод продает за границу. Причин две. Первая техническая, нужно провести ремонт в цехах. Вторая экономическая, необходимая для производства сырье, то есть газ, постоянно дорожает. А вот выпускаемая ОПЗ продукция наоборот. Цены на мировом рынке достаточно серьезно упали на сегодняшний период. А почему бы этот период не использовать для проведения ремонта? Сокращать рабочую неделю на время остановки завода на припортовом пока не планируют. Однако ситуации уже встревожены жители соседнего города Южный. Здесь, где население 30 тысяч человек, работник ОПЗ практически в каждой семье. Это коснется и 1600 пенсионеров, и ветеранов труда детского припортового завода, потому что мы вынуждены сократить социальные стандарты. Здесь затрагивается не одна тысяча людей, а десятки тысяч людей. Теперь руководители припортового будут обращаться за помощью в Кабмин. Предлагают, например, на какой-то период отменить для предприятий химической промышленности специальную пошлину, которую они платят государству, когда покупают газ за рубежом. Так можно будет сохранить рентабельность. Это уменьшит стоимость газа на 12,5 долларов, что тоже поможет подняться нашим предприятиям. И, в общем-то, надеюсь, что нас услышат. Но эксперты к этим ожиданиям относятся скептически, мол, цену на газ припортовому власти не снизят. Специально, чтобы простаивающее предприятие отпугнуло иностранных инвесторов, присматривающихся к ОПЗ. Тогда завод смогут за бесценок выкупить украинские олигархи. Привлекательность, которая и так была практически на уровне нуля, снизилась меньше нуля. И поэтому реально никакому зарубежному инвестору говорить не приходится. В прошлом году фонд госимущества несколько раз пытался выставить одесский припортовый на приватизацию, но каждый раз конкурс срывался. Теперь объявлены новые сроки, конец ноября. Что же касается самого ОПЗ, то возобновить производство здесь рассчитывают к концу августа, если, конечно, позволят условия. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.